А это что, дерево? Это окно или что? Чтобы не дуло оно или что? Для того, чтобы оказаться в прошлом, не обязательно создавать машину времени. В этом лично убедился министр спорта региона Алексей Перфилев. Всего-то нужно было прийти на базу детской спортивной школы «Динамо». Именно так сейчас называется сооружение «Трансмаш». Здесь время словно остановилось. Ну я пацаном тут как бы вот так было. Просто пол другим цветом, по-моему. Мы тут как бы и в футбол играли, и... Никому ничего, наверное, не надо было. Никто не был заинтересован. Когда-то маленький Алексей, у которого здесь проходили занятия по футболу, спрятал под плинтус в раздевалке еще советскую монетку «Шутки ради». Теперь уже чиновник Алексей Анатольевич вспоминает тот случай. Говорит, похоже, эта монетка до сих пор хранится все в том же месте. Стоит только поискать. Именно эта история как нельзя лучше отражает состояние здания. В чем как-то сложности-то? Финансирование, что нет финансирования. Мы же не можем бюджетные тратить. У нас уже сразу не бюджетные только. Но не бюджетные сейчас очень сложно. Чтобы тут капитальный ремонт нужен. Прошел по всем этажам, заглянул буквально в каждый уголок. Список проблем приличный, рассказывают руководители команды и детской школы. Крыша протекает, отсюда грибок и плесень. Покрытие зала почти сгнило, травмоопасно. Разрушается фундамент, от стен отлетают кирпичи. Это лишь малая часть одного большого и когда-то целого. Здание, краевая собственность. Футбольный клуб вместе с детской школой здесь арендует площадь почти 20 лет. Все это время обходились своими силами. Покрытие в зале, например, поменял один из родителей за свой счет. Владелец в ремонт, рассказывают, не вложил ни копейки. Вот эта подпорка, на которой держится половина здания, словно характеризует состояние алтайского футбола. Вроде бы есть, вроде бы и работает, но в любой момент все может обрушиться. Так сказали и мастера, которые обследовали здание и сказали, что проще снести, чем реконструировать. Речь идет вот об этой пристройке. В этом году у нее юбилей 55 лет. Снести нельзя оставить. Результат экспертизы, которую клуб провел совсем недавно. Из других рекомендаций программа минимум. Срочно ремонтировать кровлю и фасад. Максимум снести все здание и построить новое. Оба варианта требуют денег. Оба, скорее всего, на долгие годы. Давайте мы возьмем сейчас какую-то паузу, потому что я не ожидал, если честно, такого масштаба бедствия. Потому что проще всего, наверное, сказать, как бы нет, тут ничего не надо делать. Будем ждать, пока что-то построится. Поэтому первая тема, как мы договорились, это проект, экспертиза. Да, начинаем. Здесь надо посмотреть, не знаю, и спокойненько посмотреть сейчас. Если есть какая-то возможность, да, продолжить, как вариант. Если есть возможность перенести куда-то занятие, тоже посмотрим. Детей в случае угрозы обрушения готовы будут перераспределить по другим залам. Правда, здесь вновь станет вопрос финансов, которых, как известно, мало. Зато есть своя собственная машина времени, которую даже министра спорта может отправить в глубокое советское детство. Осталось только найти монетку. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.